Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы по-прежнему чувствуем с вами начало пробуждения весны, причем не очень убедительное. Вообще, я считаю, что прошедшая зима в Замайкале была исключительно продолжительной, наверное, рекордной за последние десятилетия. Если я ошибаюсь, то наши уважаемые метеорологи меня поправят. Ну а мы с вами продолжаем подготовительные работы к очередному садово-огородному сезону. Итак, что желательно сделать в ближайшую субботу и воскресенье? Музыка Прежде всего, хочу отметить, что пришла очередь, наконец-то, посева томата для открытого грунта. Но не совсем для открытого грунта, а для открытого грунта с утеплением. То есть, для так называемых укрываемых гряд. Если обратить внимание на мой календарь, то именно в эти дни мы должны посеять с вами томат с пикировкой, с высадкой в укрываемые гряды. То есть, под нетканый крыльной материал в третьей декаде мая. Опыт выращивания томата на нашем участке показывает, что если мы высаживаем дней на 10 раньше, не 5 июня, а 25 мая, и укрываем под пленкой, нетканым крыльным материалом на каркасе, то мы раньше получаем, соответственно, урожай. И урожай будет и с квадратного метра, и с одного растения в целом выше. Поэтому я считаю, что это очень выгодно, эффективно, но не нужно много растений выращивать. Если у вас укрываемые гряда имеют небольшую площадь, вы можете рассчитать, 15 растений томата вам нужно высадить, или 18, а может быть всего 12. Ну, а что касается сортов, то здесь богатый выбор, значит, у нас имеется. Это и хорошо проверены в наших условиях сорта, такие как сахарный, кунолейский, лосиное сердце, желтоплодный, хурма. Может быть, кто-то хочет посадить сорт бийская роза, он немножко средне-поздний, но если в открытом грунте он не формирует хорошего урожая при прохладном лете, то на укрываемом гряде он формирует вкус плодов просто замечательный. Поэтому вы можете и другие сорта высевать, но дело в том, что они должны быть не очень поздними. Хотя бы максимально средне-позднеспелые или средне-поздние, как, например, алтайская сорт бийская роза. Ну, выращиваем мы сейчас с пикировкой, то есть обычные семена высеваем в контейнер небольшой, а затем пикируем через 2-2,5 недели. Но об этом, я думаю, обязательно вам расскажу, о принципах и о методике, или даже о технологии пикировки томата и других культур. Следующая культура, ну, в общем-то, мы уже много раз сеем ее в этом сезоне, это семена лука чернушки, лука репчатого. Это знаменитый сорт эксибишен, ну, а также другие средне-поздние, например, сорта гибридный мустанг, красный лук ред барон, значит, есть желтый лук, спирит, гибрид, то есть средний-поздний или поздний. Но мы высаживаем с вами уже готовую рассаду примерно в открытый грунт с 5 по 15 мая. Если весна и начало мая будут теплые, можем высадить и на более теплообеспеченных участках в начале этого срока, то есть с 5 по 10. При холодном мае и на менее теплообеспеченном участке мы высаживаем в открытый грунт непосредственно к 15 мая, но не позднее. Повторяю, это не только эксибишен, но это и другие средне-поздние, средне-спелые даже сорта, которые формируют не такую гигантскую луковицу массой, может быть, всего, ну, 150-200 граммов, не 800 граммов, как эксибишен. Ну и, наконец, хочу напомнить вам, что пришло время заглянуть в наши подполья, подвалы, то есть в места, где мы храним продукцию, вырученную в прошлом сезоне. Дело в том, что зимний период хранения уже закончился, наступает весенний, и он имеет свои особенности. А какие именно, об этом я расскажу и покажу вам на примере подполья в нашем доме. Итак, смотрите. Начнем с тыквы и кабачка. Но, к сожалению, показать вам не могу, потому что недавно буквально мы съели последние экземпляры тыквы. Видимо, больше надо высаживать на нашем участке, выращиваться очень легко, сорт золотая груша. Средняя масса 3-3,5 килограмма. Для одноразового использования оптимально. Что касается кабачков, то еще раз убедился, что все-таки надо для длительного хранения выращивать не просто кабачки, а кабачки цукини. Они имеют лучшую легкость при хранении. Но мы также в январе их использовали при приготовлении мясного фарша. Ну а капуста. Вот можно, конечно, пойти на рынок и купить капусту, а можно иметь свою. Вот, например, голландские гибриды Харрикейн и Итан. Два гибрида формируют кочаны массой до 2,5, максимум 3 килограммов. И эти кочаны великолепно хранятся практически вот у нас в подполье здесь. При температуре 4-5 градусов, может быть, чуть больше. Но до 1 апреля, может быть, иногда и до 15 даже апреля. А для более длительного хранения, конечно, нужно выращивать другие гибриды, типа Амтрак, Ленокс. Они могут храниться в свежем виде до 1 мая и даже позже. Кочаны плотные. Вот здесь защитные, конечно, листья высохли, они удаляются. Отход, я думаю, небольшой. Поэтому своя капуста органическая, чистая, без лишних химических обработок. В случае хранится значительно краснокочанная капуста. Эта капуста и более цена в зимнее время тем, что у нее другой состав. Она не квасится. Салат из нее нужно уже употреблять в пищу где-то начиная с Нового года. Как раз, значит, в это время собивает иммунитет организма человека. И чтобы повысить устойчивость к болезням, желательно кушать салат из краснокочанной капусты. Но гибридов очень много. Примеры у Тора. Я о них рассказывал в прошлом сезоне. И проблем с хранением фактически нет. Если у вас хранилище очень сухое, конечно, листья будут высыхать здесь в большей степени. А если она относительно влажная, то любая капуста хранится лучше. Краснокочанная капуста является, в общем-то, рекосменом по хранению. Можно хранить практически до июля месяца. Капуста кальраби. Но вот этот сорт оказался мне не очень подходящим для хранения. Видите, он сморщился. Хранили мы... Вообще кальраби сохранить очень сложно. Это источник витамина С, кстати, очень полезного к нам в зимний период, поскольку повышает опять иммунитет к простудным заболеваниям. Вот сморщилась. Это говорит, что в нашем подполе здесь не очень оптимальные условия. Другой корист или кальпак. Значит, вот они аналогичные. Белые, с белой мякотью и с такой зеленоватой поверхностью. Они хранятся лучше. Хотя хранили мы в обычных мешках полиэтиленовых. Но я думаю, что сейчас еще можем использовать пищу для салатов. Следующая культура – это, конечно, лук и чеснок. Гигантский лук-эксибишен. В этом году у меня нет претензий, жалоб по его хранению. Еще раз убеждаюсь, что когда в сентябре очень теплая погода, а помните, к 10 сентября было почти что плюс 30, то при ранней уборке в начале сентября луковицы, когда хорошо эксибишен высушиваешь, они прекрасно хранятся. Вот они у нас в ящиках еще там имеются. И к весне он становится еще даже, мне сказали, более сочным, более сладким и не вызывает изжоги. Можно кушать его просто в свежем виде или добавлять в фарш. Лук-эксибишен. Ну, вот это, кстати, самая крупная луковица. Я хочу, как правило, я две штуки выбираю, посадить как маточное растение для получения собственных семян. Эксибишен – это не гибрид, это сорт, поэтому можно получать свои семена на участке. Это сладкий лук. А полусладкий лук – это вот, например, голландский гибрид стурон. Луковица самая оптимальная для использования в кулинарии. И красный лук впервые мы выращивали таким красивым названием – кармен. Ну, тоже лёжкость у красного лука даже лучше. А вообще традиционно лук хранится тот лучший, на луковице которого больше чешуй. Поэтому в первую очередь надо всегда использовать пищу обнажённой, так сказать, луковицы, без чешуй. А с большим количеством чешуй нужно хранить, значит, ну, для потребления в более поздний период. Кстати, луковицы бишен, последние из наприара, мы съедаем где-то в начале мая, а может даже в середине мая, храним их уже, значит, в холодильнике. Чеснок. Ну, в этом году, в общем-то, тоже проблем особых нет, потому что в сентябре мы его хорошо высочили. Вот так выглядит продовольственный чеснок. Он хранится у нас в коробке. Зимой мы его используем постоянно для приготовления, значит, того же фарша, значит, для других целей. Ну, и напоминаю, что фактически чеснок можно назвать орбидоном, поскольку он, наш вот местный чеснок, он очень обладает фитонцидными действиями и является хорошим префолактическим средством от гриппа. Ну, это, в общем-то, известный факт, но именно наш выращенный здесь. Что касается семенного чеснока, то вот в косах он высох в таком состоянии, значит, ну, у нас он был обрезан. Ну, что, судя вот по прощупыванию, ну, в хорошем состоянии. Будет храниться здесь еще до, фактически до конца апреля, перед самой посадкой, вот, начнем разбирать и будем использовать на посадку этот чеснок. Этот чеснок местный, мушибийский местный или заганский местный, я так его называю. Скорее всего, он к нам в Забайкалье попал из Китая, может быть, 100, может быть, даже 200 лет назад. И в этом году мы на участке еще провели эксперимент, надеюсь, он будет положительный. Впервые посадили и озимый чеснок. Ну, какие результаты получим, я думаю, вам еще расскажу об этом. Ну, и традиционно мы храним, конечно, столовые корнеплоды. Вот так выглядит свекла. Посмотрите, гигантский корнеплод свеклы, ну, случайно вырос на нашем участке при изреженной посадке, то есть площадь питания на растение была большая, это голландская свекла. Вот такой размер, конечно, ну, очень непрактичен. Например, если использовать на салат, то можно только использовать одну четвертую часть, может быть, третью, остальное придется в разрезанном виде хранить в холодильнике. Поэтому не увлекайтесь вот редкими посадками свеклами и не получайте вот такие крупные корнеплоды. Свекла должна быть нормальной вот такого размера, то есть массой до 120, 180, вернее, до 200 граммов. Это один и тот же гибрид Пабло свеклы, только он посажен был в загущенном посеве. И вот корнеплоды стандартные. За один раз мы очищаем и используем салат. Ну, как правило, свекла мы храним здесь в песке, но она хранится лучше, чем, значит, другие корнеплоды, другой вид корнеплодов, чем морковь. Но здесь бы хотел отметить, что многие выращивают цилиндрической формой свеклы. Это либо рокет, либо цилиндра. И вот собственное наблюдение у меня показывает, что все-таки цилиндрические корнеплоды, вот сорта с цилиндрическими корнеплодами, они имеют хуже лёжкость при хранении. Видите, значит, мягче, то есть сморщилась. Вообще, эта свекла выведена для нарезки кружочками и приготовления каких-то, ну, оригинальных консервов, а не для длительного хранения. Немножко можно выращивать её на участке для раннего использования, в летний период, но не, или для недлительного хранения. Наконец, морковь. В прошлом году мы получили уникальную с вами морковь, в том смысле, что из-за очень такой жаркой погоды в сентябре, мы убирали её поздно, 20 сентября, она вызрела. И она была исключительно сладкая. Наблюдалось повышенное содержание сахаров у всех абсолютно сортов и гибридов, и голландские, и, допустим, российские, советские там селекции. Это хорошо. Но, с другой стороны, чем больше сахара в корнеплоде, тем хуже они хранятся. Я бы не сказал, что в этом году у нас идеальное хранение. То есть, отдельные корнеплоды пришлось... Самые худшие они у нас наверху, хранятся с песком. Мы их использовали в первую очередь. Отдельные корнеплоды даже были загнившие, мы их обрезали, но загнившие части сжигали на участке. То есть, ни в коем случае не использовали ни в компостную яму, ни в парник, потому что они являются источниками инфекции. А вот так выглядят здоровые корнеплоды. Это вот сорт Сансон, это гибрид Ньюис голландский. Ну, в нормальном состоянии, вкус хороший. И немножко надо просто знать, что к весне, как правило, все сорта и гибриды моркови, они горчат. То есть, происходит накопление глюкозидов. Но, тем не менее, прекрасно используется в салатах свежая морковь, источник каротина. И можно использовать, конечно, в самых разнообразных блюдах, например, при приготовлении плова. Люблю, когда овощи домашние, своими руками выращенные. Они и душу радуют, и для здоровья полезнее. В садовом центре САДЭМ я беру отборные семена, качественные удобрения, почвогрунты, саженцы и многое другое. С таким помощником у меня всегда богатый урожай. САДЭМ Забота о процветании Масленица идет, блин да мед несет. В торговых центрах Абсолют мука 1 килограмм 19,90. Яйцо 38 рублей, сметана 110 рублей, сгущенка 19 рублей. Широка масленица. В торговых центрах Абсолют. Магазины Семена Голландские. Прямые поставки семян, овощей, трав и цветов из Голландии и России. Уникальные удобрения и инвентарь, полезные для здоровья и вашего сада. Всегда качество, новинки, скидки и низкие цены. Магазины Семена Голландские в каждом районе города. Телефоны 447-224 и 446-765. Ну и наш второй хлеб-картофель мы храним также вместе с овощами традиционно. Вот, если говорить о семенном картофеле, то здесь он у меня с осени уже в сетках и подписана обязательно внутри, этикетка снаружи. Это новый сорт красавчик. Название очень красивое, но здесь я собрал все клубни, конечно, и крупные, и средние, потому что у меня это общее количество. Я начал всего с 5 клубней, но надеюсь размножить, и потом в следующем сезоне я буду хранить только клубни семенного размера. Вот такое видео, клубни никуда не потеряются, сорт не смешивается, это очень важно. И разные сорта, вот у нас Любава, Адрета, все по сеткам. До самой посадки мы не трогаем. Они уже немножко озеленены осенью. Ну а что касается продовольственного картофеля, опять же, вот опыт показывает, разные сорта ведут себя по-разному. Вот обратите внимание, значит, ну, здесь у меня смесь, конечно, сортов. Единственный сорт Адрета, мы храним на участке отдельно, здесь в подполье, чтобы, ну, покушать его, угостить гостей, ну, самым отменным картофелем, самым лучшим по вкусу в России, может быть, даже в Европе, сварить его в круглую и покушать, и убедиться, что это действительно уникальный сорт. Но это Адрета. А все остальные сорта мы смешиваем, они используются в жарке, как правило, во фритюрнице, при приготовлении каких-то блюд. Вот даже видно, что вот эти два сорта, они имеют плотную клубни, то есть они нормально хранились. А вот этот сморщился. Хотя клубни в прошлом году были здоровые, фитофтороза не было, то есть лёжкость при хранении у него хуже. Это ещё раз говорит о том, что даже продовольственные картофели нужно хранить раздельно по сортам, потому что у каждого сорта ещё свои требования к хранению, требования к температуре, например. В настоящее время в нашем хранилище температура составляет 5 градусов, это немножко многовато, желательно бы иметь 3 градуса, но будем думать, как сбить температуру, может быть, за счёт отдушин, значит, так называемых душников, запускать холодный воздух. Но, судя по картофелю, прорастание пока не наблюдается, почки не пробуждаются. То есть всё нормально. Ну и к традиционным хранениям здесь и цветочные культуры. Георгин в мешках у нас хранятся, а вот гладиолусы сейчас вот в таком виде высушим, надо их уже разобрать, вычистить и поставить на реализацию в комнатных условиях. Это гладиолусы нашего местного производства. Но обрабатывать или не обрабатывать препаратом, а препарат известен у нас один очень хороший, Максим, это ваше дело. Но если луковицы чистые, то можно не обрабатывать. Вот так мы разбираем луковицы собственного производства и ставим на реализацию. Ну а в отношении роз я уже говорил, спустить под поле. Вот, пожалуйста, у нас такая роза находится здесь, и почки, они не растут. Если бы они были наверху, конечно бы наблюдался роз. Поскольку сейчас некуда нам пересадить, тебе приходится держать здесь, в подполье. И, наконец, главное мое пожелание. Несмотря на то, что в этом году в целом мы вырастили здоровый урожай, хорошо его высушили в сентябре, сейчас он неплохо хранится, попадаются отдельные клубни картофеля или корнеплоды моркови, может быть, луковицы, пораженные болезнями. Ни в коем случае не выбрасывайте их на свой участок, не вывозите в овраги, в леса, просто возьмите и сожгите их. Тем самым вы остановите распространение инфекции в вашем районе. Итак, уважаемые телезрители, вы только что познакомились с нашим семейным, я бы сказал, многолетним опытом хранения овощей и картофеля. Надеюсь, что-то ценное вы для себя возьмете. Ну, а я всем вам желаю, чтобы ваши овощи, ваш картофель и другая продукция, в том числе консервация, радовала вас еще долгие-долгие месяцы. В адрес нашей программы поступили очередные вопросы, сейчас я готов ответить на них. Итак, Светлана спрашивает, я начинающая дачница, у меня на окнах стоит рассада томатов, перца, баклажанов и зимники. Окна евро, в квартире очень жарко, как в парнике. Скажите, пожалуйста, можно ли открывать форточки для проветривания, не поведет ли это рассаде? Ну, должен отметить, что оптимальная температура при выращивании рассадных культур в квартире, в доме, неважно где, она находится в пределах 18, ну, максимум 22 градусов. Если у вас действительно в комнате 24-25 градусов, то это очень плохо сказывается на растениях. Как правило, рассада вытягивается, она будет ослабленная. Поэтому у вас два варианта. Либо уменьшить как-то отопление, то есть снизить поступление, уменьшить уровень тепла, поступающего в комнату за счет каких-то регулировок. Либо постоянно вентилировать. Если холодный воздух не будет попадать на растения, они, кстати, очень нежные, то вполне допустимо. Так что проветривайте. Постарайтесь, еще раз говорю, выдерживать температуру не более 22 градусов. Следующий вопрос от Веры. Несколько лет назад посадили на участке сливу. Уже два года подряд макушки обтягиваются паутиной. На следующий год выросли новые макушки. История повторилась. В прошлом году мы срезали макушки. Скажите, пожалуйста, чем обрабатывать и будет ли результат? Ну, мне сложно сказать, какой это вредитель, потому что на тлю это не похоже. Обычно тля поражает молодые побеги, верхушки побегов у сливы. И с ней бороться можно с помощью, например, препарата Актора. Но, скорее всего, это поражение какой-то молью. Значит, видов моли очень много. Есть облепиховая моль, есть черемаховая моль. Но я не вижу здесь особых проблем. Нужно просто выбрать нормальный инсектицид, препарат, типа, например, искра золотая или что-то другое, официально имеющиеся в продаже, разрешенные для использования. Но только советую применять вовремя при появлении вредителя и ни в коем случае не срезать, как вы пишете, макушки. Потому что вы останавливаете рост сливы. Если вы вовремя и качественно обработаете, у вас проблем не будет. И, наконец, завершающий вопрос от Веры Федоровны. Подскажите, пожалуйста, телефон ландшафтного дизайнера, чтобы можно было проконсультироваться по оформлению участка. Ну, у нас не так много специалистов в ЛАНД, и я думаю, что в Чите настоящих специалистов по ландшафтному дизайну, потому что это направление начало у нас развиваться относительно недавно. Ну, класс, я думаю, их растет. Больше, наверное, скоро появится предложений. Ну, а пока посоветую вам обратиться в это экологи, биологический центр в ЛАНД, телефон 27-05-50, 27-05-50. Там есть отдел как раз цветоводства и ландшафтного дизайна. При нашей Бурятской государственной и СССР имеется центр ландшафтного дизайна. Зайдите на сайт БГСХ, и вы можете тоже узнать всю информацию. Ну, а так, есть возможность, я хочу вас порадовать, если в прошлом году мы на агрономическом факультете сделали первый набор в научном отделении 15 ребят на бюджетные места, кстати, по декоративному озеленению и ландшафтному дизайну. То в этом году мы готовы сделать набор по заочной форме обучения в летний период, также по этому направлению. Декоративное озеленение и ландшафтный дизайн. Если вы хотите обучиться, пожалуйста, приходите к нам, но, к сожалению, на договорной основе. Всем спасибо за вопросы, пожалуйста, присылайте их на страничку нашей программы на сайте Викума. Всего доброго, как всегда, желаю вам высокого и качественного урожая во всех делах. Люблю, когда овощи домашние, своими руками выращенные, они и душу радуют, и для здоровья полезнее. В садовом центре Садем я беру отборные семена, качественные удобрения, почвогрунты, саженцы и многое другое. С таким помощником у меня всегда богатый урожай. Садем Забота о процветании Свежие овощи в любое время года в торговых центрах Абсолют Помидоры 66 рублей Зелень 21,90 Лук 17,90 Картофель Буретти Всего 9,90 за килограмм Абсолют Гарантируем качество и по-настоящему низкие цены. Магазины Семена Голландские Прямые поставки семян овощей, трав и цветов из Голландии и России Уникальные удобрения и инвентарь полезный для здоровья и вашего сада Всегда качество новинки, скидки и низкие цены Магазины Семена Голландские в каждом районе города Телефоны 447 224 и 446 765 Семена 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 Семена